Всем привет! Доброго времени суток! Едем в город Семёнов на фестиваль. Проехали по новому мосту. Едем по новой дороге сейчас. Пока такое замечательное полотно. Ни одной ямочки. Красота. Мой Васюй не сидит. Поздоровайся. Привет. Очень серьезно. Ответственная дорога. Неизвестно, как мы еще проедем. С пробками или без, да? Или не будет дальше пробки? Да будет там дальше. Через деревню поедем, будут пробки. Здесь дорогу сделаем, да, и горы. А там же все под нос. Здесь озера. Сегодня вообще 11 градусов всего утром. Был дождь вчера. И с вечера. Где-то с середины дня, да, после обеда начался дождь. Даже на озеро не пошли. Ну, сегодня, по-моему, дождя не будет такой, вроде бы. Погода обещает быть хорошей, но прохладной. С другой стороны, не нужно жары нам, да, прогуляться в лучшем прокладе. Вот мы мчимся. Ни разу не была в городе Семеново. Два часа нам ехать. Здесь выехали мы около семи, без пяти семи с домом. Пока отключили. Как красиво, да? Узкая дорога тянется и вокруг. По краю деревьев и растут. Любинов полно. Васюня, а что ты про Семенов знаешь? Знаешь что-нибудь? Семенов? В общем, с начала 20 века стал центром хохломы. Хохломы. Да. Собрал всю хохломскую роспись Нижегородской области у себя. Построил там заводик. И с тех пор... Это сам Семенов. Да, центр Нижегородской хохломы. Это город Семенов. Хотя есть деревня хохлома. Но там... Ну, ты имеешь в виду, сам город собрал. А не сам Николай Николаевич Семенов. Николай Николаевич Семенов был физико-химик. И педагог, как вот, в честь кого назван город. Ну, и чем он проснулся, что надо город называть? А вот я не читала. Почему назвали? Что учителя физики есть? Нет, он не учитель, он ученый. Он ученый. Он что-то там с атомами, в общем, какими-то с горением что-то... Не запрел он с капицей работал. Что-то у них какие-то там изобретения уже в это не вдавалось. Города капицы, я не знаю. А город Семенов? А, ну да, город Семенов. А сам он родился с Семенов в Саратове, по-моему. Вот, собственно, мне память не изменяет, я особо так это почитала что-то. Вот. Ну, а сам город Семенов, он образовался в конце 17 века. Как поселение староверов. Староверов или старобрядцев? Староверов. Староверов, да. Староверов, да. Там вот эти купцы строили все вот там... Там вообще вокруг Семенова много поселений, которые до сих пор еще, так сказать, придерживаются староверских взглядов. Да, в общем-то, там староверы живут и до сих пор. И что еще-то? Сам город, вот его строение улиц так, как за границей. В общем, во французском стиле все улицы, как лучи, сходятся в одном месте в центре. Такого градостроения еще нет. Нет больше ни одного города в России. В городе несколько площадей, откуда радиально отходят лучи. Да, и такое вот... Такое расположение улиц только в Париже и Вене. Ну, третьими быть тоже приятно. Да, и там вот родина матрешки, русской Семеновской матрешки, которая красно-желтый у нее фон и фартук очень такой красивый, цветной. И в 22-м году вышла, родилась первая матрешка. Какий диапазон? А в 70-м году, где-то в Японии, да, в Токио, на выставке была, да, матрешка. И вообще 60% всего вот всей продукции идет на экспорт. Он тут картошку, что ли, что там, картошку продают. Старую, наверное, да, из погребов достали. И продают, и продают, да. Ну, вот такая вот дорога на Семенов. Калюпины, кругом, березки. Пока отключаюсь. Включимся, когда приедем. Езжаем в город Семенов. Экскурсионный автобус. Проводит экскурсии по городу, его крест. Да, по-моему, 1300, что ли, я смотрела там. Все расскажут, покажут, привезут. Хлопой. Вот что здесь. Лицей имени Пушкина. Вот. Ой, такие полицейские здесь. Добро пожаловать. Невозможно, да. Вот, въехали мы в город Семенов. Вот такие здесь домики. Дома, строительство какое-то. Здесь озеро. Слева пруть. Пляж. Да, пляж какой-то там есть. Вот так. Здесь что-то строит. Складывают деньги. А, ну, дороги, дороги. Тут тротуары. Дорога, наверное, будет пошире. Ну, вот здесь какой-то тротуар, бордюры устанавливают. Тротуар такой большой не нужен. Дорогу пошли, да. Гостик. Здесь вот такие вот уже домики начинаются. Маленькие. Вот мы сейчас подъедем к одной из такой площади, откуда дороги эти расходят. Как лучи, да? А, вот как раз вот этот вот плач. Площадь Октябрьской революции. Да, вот она, площадь Октябрьской революции. Подъезжаем. Площадь Октябрьской революции. Вот здесь памятник кому-то. Купеческая Слобода. Центр Плаза. Здесь магнит, конечно же, как без него. Ну, конечно же, и Пятерочка. Торговый центр. Престиж. И едем дальше. Фестиваль Золотая Хохлома. 15-16 июня. Сегодня у нас 15 июня. Так, вот находимся мы здесь у фабрики. Там музыка играет. Вот здесь такие матрешки. Ой, можно по лужайке-то пройти? Наверное, нет. Ну, для чтобы снять, я уж пройду. Извините меня. Так. Вот. Спрашивайте, у тебя вот такая вот матрешка. Это мужчина. Вот такая здесь красота. Это все оформили цветами. Получилось. А там матрешка-девочка. Клумбочки здесь. Вот такая вот матрешка-девочка. Дальше это музей. Видимо, музей. Сейчас подойдем поближе. И там еще, видимо, есть магазин. Так, все красиво оформлено. У меня уже все не стоит там у скота. Мы рано приехали. Выехали из дома рано для того, чтобы приехать без пробок. А магазин работает с 8 часов. Магазин с 8? Ну, то есть уже работает, да? Так это магазин, да? А я сказала музей. А музей? Все здесь, да? Ага. И там вот что-то такое красивое с мозаикой. Ну, туда сходим попозднее. Вот сюда зайдем в магазин. Вот здесь расписание магазина. Все закрыто? А, субботу, воскресенье с 9? Вот, субботу, воскресенье с 9. Вон там я отражаюсь. Всем привет. Так, ну, то есть с 9. Ну что, можно сходить? Ну что, мы пойдем туда налево. Посмотрим, что там. Пятерка. Пока еще. Но это неужели это пятерочка такая красивая? Даже с этой. С мозаикой. Сейчас посмотрим, что там. Вот липы зацветают. А, здесь и пятерочка. Ну, как же без этого у нас? И кафе Хохлома. Вот чего. Кафе Хохлома. Вот так вот красиво все оформлено. И пятерочка тут притулилась. Вот здесь остановка. Машина, как, тоже разрисована. Красиво. И вот так вот. Такая мозаика. Какие матрешки так украшены здесь. Сейчас запись идет. Там я, наверное, и не записалась. И вот здесь вот такой вот забор. Вот смотрите, какая красота. Да, да. И вот так вот идет забор. Ограждение. И там детская площадка. А, да, качель сделана как ложки. Как будто это ложки. Сейчас приблизим. Сейчас подойдем поближе. Он уже побежал. Он у меня любит быстро бегать. Даже если куда-то приходим, все равно он бегает быстро. Так, ну, здесь вот такие домики. Ну, как в любом нашем маленьком городке. Вот такие домики. Вот здесь везде, везде, везде матрешки. Все они разные. Там вот с другим фартучком стоит матрешка. Здесь вот таким красная, желтая, черная роспись. Вот такая вот качель. Вот такая красота. Решили прогуляться по улочкам города Семенов. Вот увидели такой дом. Местный колорит. Дом такой красивый. И вот так все здесь ухожено. Такой колодец. Ну, это просто, наверное, да? Это не колодец. Это так для красоты, да? Как все здесь оформлено. Хозяева молодцы, как красиво все сделали. И растения такие посажены. Все ухожено. Ну, и вот такая вот здесь улица. Такие вот дома. Смотрите, здесь такие розы. А вон там мы отражаемся. Бабочка даже здесь сидит. Все так украшено красиво. Так вот здесь вот дом молитвы. До святится имя Твое, Отче наш, сущий на небесах. Ну, вот старообрядческие здесь, в общем-то, старообрядческое поселение. То есть и в наше время, скорее всего, здесь все так и осталось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...